Ежегодно публичные слушания по проекту бюджета в Омском городском совете собирают весь цвет местного гражданского общества. Сами депутаты считают во многом формальную процедуру важной, показывающую неравнодушие к судьбе мегаполиса. Я считаю, что это очень важное мероприятие, но нужно присутствовать, хотя бы нужно быть в курсе тех дел, которые происходят в городе Омске. Если ты являешься коридом и мечом, и ты желаешь и будешь жить в городе Омске, и думаешь о том, чтобы город развивался, нужно интересоваться всеми его направлениями, в том числе и утверждением бюджета на следующий год. Звездный час активистов наступает после бравых отчетов чиновников мэрии, куда входит все от повышения зарплат до проведенной флоры. В городе грядет повышение стоимости проезда, но Диптранс обещает привезти еще 10 списанных трамваев из Москвы. Хотя простые мечи легко находят для казны свободный миллиард, который практически лежит под ногами. Я считаю, что нам следует учесть доходы от сотрудничества с садоводами и огородниками в размере одного миллиарда рублей как минимум. Это как раз те деньги, которые сейчас идут в виде членских взносов председателям правлений так называемых товарищей. У общественности есть, что предложить и по части благоустройства. Нет, это не новомодные креативные пространства для отдыха. Член местного комитета по правам человека Станислав Копотов ратует за установку солнечных батарей по калининградскому опыту и борьбу с летающими крысами. Однако такие статьи расходов сложно вписываются в проект бюджета или адресную инвестиционную программу. Можно у нас все многоквартирные дома заставить аккумуляторными солнечными батареями, что и делает у нас город Калининград. Там уже половина стоит, но несмотря на их договизну, значит, дать субсидии. Болеют у нас многие, неизвестно от какого вируса. Летающие крысы, голуби. В Москве нет летающих крыс. Значит, нужно выделить средства. Труднее депутатам гурсовета приходится с членами Верховного Совета СССР. Так, у Людмилы Селезневой членство подтверждено удостоверением с гербовой печатью образца 2018 года. На слушание активистка пришла с собственным проектом бюджета. И в этом же бюджете, обратите внимание, заложены деньги на все жилье, на все ЖКХ, на все нужды народа. Именно по душевому бюджету. Он работает, только до нас не доходит. В гурсовете обещают услышать всех и каждого, но повышать эффективность управления муниципальным имуществом пока намерены старым и проверенным способом. Продажей городского имущества. Ожидаемый доход от программы приватизации на 2019 год 15 миллионов рублей. Поиск инвесторов уже идет. Мы очень тщательно выбираем именно объекты, которые были бы интересны нашим инвесторам и при этом помогали развиваться. Как пример, я вам скажу, что есть, например, заявка у нас на десятилетие бывшее ПТП, в котором как раз одна из коммерческих организаций хотела бы участвовать в аукционе на приватизацию. Мы сейчас проводим рыночную оценку, после чего сможем понимать уже, как мы сможем выставлять, депутаты будут понимать, за какую стоимость этот актив будет выставлен на продажу. Но таких объектов не будет, там несколько десятков. Это будет несколько, но реальных продажей объектов, которые не востребованы городом и которые есть инвестиционный спрос. Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у Омска денег нет. Горожане держатся и даже предлагают собственные пути решения. Впереди еще целый год, чтобы найти новые нестандартные способы наполнения казны для слушаний 2019 года. Продолжение следует...